Экологическую экспертизу отсрочить, многодетным мамам больше поддержки, дачным участкам дать тишины в ночное время. Вот лишь малая часть того, что сегодня обсуждали депутаты на сессии регионального парламента. Артемий Заварзин расскажет о принятых решениях. В центре внимания депутатов вопрос с обеспечением льготными лекарствами. Нехватка финансирования на эти цели измеряется суммой в полтора миллиарда. Корректировки областного бюджета, как и в прошлом, будут и в этом году. Мы надеемся и рассчитываем на то, что это произойдет в июне. Насколько я информирован, первый транш, который будет внесен в качестве дополнительного в нашем областном бюджете, он составит минимум порядка 300 миллионов. Парламентарии также предложили отсрочить на два года проведение экологической экспертизы проектов в арктической зоне. В прошлом году Архангельская область попала в арктическую зону, и большая часть Архангельской области именно сейчас и находится в арктической зоне. А поскольку мы находимся там, существует определенный порядок проведения экологической экспертизы, именно проектной документации капитального строительства. Это в том числе и социальные дома, возводимые на средства нацпроектов в жесткие сроки. Экспертиза сегодня как доп. нагрузка. Мы понимаем, что не только финансовые дополнительные затраты у бизнеса, но и временные появились серьезные препятствия, иногда это до полутора лет, что может серьезно нарушить наши планы по реализации национальных проектов на территории области. Поэтому мы сегодня вместе с депутатами подготовили обращение в адрес руководителя Государственной Думы Российской Федерации. Депутаты также вышли с зак инициативой внести изменения в федеральный закон и разрешить регистрировать рождение ребенка не по факту, а по прописке родителей. В муниципальных округах, в городских округах, в городских поселениях с численностью менее 50 тысяч человек может быть указано место рождения не там, где родился ребенок, в Архангельске или в Котласе, например, в перинатарном центре, а там, где проживает один из родителей. То есть, если родители проживают в городе Коряжме, а ребенок родился в Котласе или в Архангельске, то в этом случае, по желанию родителей, в случае принятия этого федерального закона, место рождения будет указано, например, в город Коряжме. Решением депутатов расширен круг женщин, награждаемых знаком отличия материнская слава. Законопроектом предложено поощрять тех, кто не только воспитывает, но и воспитал установленное законом количество детей. Отдельное внимание мамам четверых ребят. При рождении четвертого женщины ничего не получают. При рождении пятого они получают уже медаль материнская слава третьей степени. Поэтому мы своим законопроектом вносим поправку, что при рождении четвертого ребенка могут получить уже медаль и соответствующие социальные выплаты. Коснулись на сессии областного закона о тишине. В ночное время с 22 часов до 7 утра в будни и до 10 выходные шуметь нельзя. Как дома, так и на улице. Но до сегодняшнего дня этот закон обходил стороной дачные участки и садовые кооперативы. Теперь эта норма закреплена парламентариями. Если взять город Северодвинск, там находится 38 СНТ и порядка 20 тысяч огородных участков, которые задействованы под дачей. И они не относятся к жилым домам. Между тем, в летнее время выезжает из города и проводит все лето с детьми, с внуками. Значительная часть населения порядка 60-70 тысяч человек. На сессии также принято решение распространить на самозанятых те же меры поддержки, что есть у малого и среднего бизнеса. Это финансовая, имущественная, информационная помощь, а также в получении дополнительного профобразования. Артемий Заварзин, Светлана Михеевская, Регион 29.